Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем шить теплые сапожки для дома. Делаем выкройку. Берем ботинок, желательно побольше, лучше подойдет зимняя обувь, и обводим его на бумаге. Вырезаем деталь и разрезаем ее пополам. Затем разводим середину в разные стороны, обводим. Низ продолжаем по прямой, как показано на видео. Все делаю на глаз. Отмеряем в сторону с каждой стороны по 4 см. Меряем высоту ботинка и откладываем ее на выкройке. У меня получилось 10 см. С двух сторон откладываем также по 4 см. И делаем такую дугу, как буква L. Вырезаем деталь подошвы. Для удобства заклеиваем скотчем. Обводим детали на ткани, делая припуски 1-1,5 см. Вырезаем. Взгибаем ткань пополам. Берем деталь верха сапожка. Отмеряем длину входа на гипсапог. У меня получилось 16 см. К ним прибавляем припуск 3 см. Получается 19 см. Откладываем длину сапога 15 см. Вырезаем две детали. По основным деталям вырезаем подкладку сапога и синтепон, чтобы наши сапожки были теплыми и грели нас зимой. Приступаем к шитью сапожек. Начнем с подкладки. Берем детали, сгибаем их пополам, чтобы найти середину. Соединяем друг с друга. Прострачиваем. Ширина шва 0,5-0,7 см. Вы можете наметать детали или заколоть побольше булавками для удобства. Делаем надсечки в закругленных местах. Соединяем швы друг с другом. Прострачиваем, оставляя отверстие для выворачивания. Находим середину всех деталей. Соединяем их булавками. Прострачиваем. Ширина шва 0,5-0,7 см. Далее пристрачиваем основные детали сапожков. Ширина шва 2-3 мм. Подрезаем лишний синтепон по краям деталей. Затем все детали соединяем так же, как мы делали с подкладкой. Прострачиваем. Прострачиваем. Далее приятно. Барание. Ширина шва 0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.6. Розовое предупреждение. Гуравии. Ширина шва 0,7 см, важно, чтобы шов, к которому пристрачивали синтепон, оставался внутри. Если вы хотите сделать посвободнее сапожки, делайте побольше припуски, поменьше швы. Берите за основу большие ботинки или ткань, которая тянется. В моем варианте сапожки из хлопка получились размер в размер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Основную деталь соединяем с подкладкой. Ширина шва 0,5-0,7 см. Выворачиваем через отверстие на подкладке на лицевую сторону. Зашиваем потайным швом. Вставляем подкладку в сапожок. Делаем отделочную строчку поверху. Ширина шва 0,7-1 см. Доделываем строчку и теплые уютные сапожки для дома готовы. Детям они очень понравились. Думаю, они понравятся всем. Это хороший подарок на любой праздник. С наступающим Новым Годом, дорогие друзья! Хорошего настроения вам, счастья, любви! До новых встреч в следующем году! Субтитры подогнал «Симон»